Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. Где в Ульяновской области нападают на людей и как правильно защищаться, вы узнаете в этом выпуске. По данным МВД Российской Федерации, за январь-сентябрь 2023 года в общественных местах зарегистрировано на 9,3% меньше преступлений, чем годом ранее. В том числе на улицах, площадях, в парках и скверах на 10,1%. Число уличных разбоев сократилось на 11,5%. Несмотря на то, что количество нападений на людей снижается, повстречаться с преступниками может каждый. В Ульяновской области подобные случаи встречаются регулярно. Действуют агрессоры, как правило, с целью наживы. Некоторые из преступников действуют особенно изощренно. Так преступная группа из поселка Мирный в Чердаклинском районе вымогала деньги у ульяновцев. Они создавали фейковые страницы девушек в социальных сетях и приглашали жертв на свидание домой. Когда мужчины приезжали, вместо красоток их встречала банда. Впоследствии, прибыв в поселок Мирный, на указанный адрес, члены организованной преступной группы встречали указанных потерпевших и, соответственно, вымогали у них денежные средства. Банда, угрожая, уводила жертв в гараж и уже там вымогала деньги. А некоторых возлюбленных избивали. Объясняли свои действия подсудимые тем, что они якобы боролись с совращением несовершеннолетних. Однако гособвинители привели другие доказательства. Переписку участников банды, где они обсуждали процесс вымогательства и показания потерпевших. Приговором Чердаклинского районного суда подсудимые были признаны виновным в совершении криминерных преступлений. Соответственно, признак организованной преступной группы нашел свое подтверждение в ходе судебного рассмотрения. Подсудимым были назначены наказания в виде лишения свободы от 4,5 до 9,5 лет. Не согласившись с решением суда, обвиняемые подали апелляционную жалобу. По итогам ее рассмотрения приговор остался без изменений и вступил в законную силу. Происходит нападение не только в составе организованных преступных групп. Жажда легкой наживы может быть и мимолетным порывом. Так в июле 2023 года двое димитровградцев 21 и 22 лет напали на своего знакомого. Произошло это на перекрестке улиц Самарская и Пушкина в Димитровграде в парке Марковсад. В позднее время на потерпевшего было совершено нападение именно с целью совершения хищения его имущества. Нанесены множественные телесные повреждения, в том числе повреждения опасные для его жизни, а именно переломы ребер. После того, как потерпевшего избили и повалили на землю, обвиняемые вытащили у него телефон и все деньги, а затем скрылись с места преступления. По результатам судебного рассмотрения государственным обвинением были представлены черпающие доказательства их вины, в связи с чем суд пришел к выводу о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого преступления. Подсудимым было назначено наказание в виде длительных сроков лишения свободы на 9 и 8,5 лет. Наказание за нападение на людей в России предусмотрено различное, но в основном это преступление по статьям 162 «Разбой» и 163 «Вымогательство Уголовного кодекса Российской Федерации», поскольку зачастую цель злоумышленников – получение выгоды. При разбойном нападении данное преступление имеет два объекта, то есть это собственность в первую очередь и, соответственно, применение насилия опасного для состояния здоровья потерпевшего. Что касается вымогательства, то для этого преступления не всегда характерно применение насилия. Иногда достаточно только высказать требования передачи чужого имущества под угрозой, в том числе распространения каких-то порочащих сведений, например, то есть потерпевшего, либо, соответственно, его близких. Однако данный состав также предусматривает квалифицирующие признаки, где уже фигурирует также причинение телесных повреждений, либо угроза применения насилия, соответственно. Оба преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации отнесены к категории «особо тяжких». За них предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет. Однако до того, как преступники ответят перед судом, тем, кто стал их жертвой, придется решить важную проблему – сберечь свою жизнь и здоровье. Для этого нужно вести себя максимально корректно. Выполнить требования, в том числе, если есть возможность при этом, то есть если просят, допустим, отдать телефон, лучше отдать телефон, при этом запомнить, соответственно, внешность нападавших, то есть какие-то отличительные черты, тембр голоса, приметы, потому что это впоследствии может помочь при опознании преступника, то есть уже в ходе предварительного расследования. Соответственно, не провоцировать его на применение насилия, то есть не говорить ему какие-то нецензурные слова, фразы. Постарайтесь также запомнить обстоятельства нападения – время. Если злоумышленники, разговаривают между собой их имена и клички. Затем максимально подробную информацию необходимо передать сотрудникам полиции. В некоторых случаях при нападении возможна прямая угроза не только здоровью, но и жизни. Поэтому потерпевшие начинают обороняться. В таких случаях прежде всего необходимо сохранять самообладание. У нас самооборона, получается, должна быть соизмерима нападению. То есть, если, например, нападают на человека без оружия, но при этом потерпевший наносит три удара ножом в шею, соответственно, здесь явное превышение пределов необходимой обороны. То есть, если нападают с предметом, если человек чувствует, что ему угрожает опасность для его жизни, тогда да. И действительно судом впоследствии оценивается вся совокупность факторов. То есть, угроза, которая для потерпевшего была реальна, она была нереальна. Соизмеримость применения указанного насилия. Необходимость самообороны и уровень повреждений определяют на основании оценок экспертов. В том числе и медицинских заключений. Каждое повреждение, имеющееся на потерпевшем, оно подлежит экспертной оценке. То есть, судебно-медицинская экспертиза проводит соответствующее, где эксперт оценивает тяжесть повреждений, его давность и иные факторы. И, соответственно, впоследствии в своем заключении дает ответ на вопросы о тяжести повреждений. За превышение пределов необходимой обороны предусмотрена уголовная ответственность вплоть до одного года решения свободы при нанесении тяжких и средней тяжести вреда здоровью нападавшему. Но насколько бы ни была сильна угроза, убийство человека в любом случае предусматривает наказание. Согласно статье 108 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Чтобы не вступать в драку, многие приобретают специальные средства для самообороны. Газовые баллончики, электрошокеры, а также некоторые виды пневматического оружия. Хоть они и находятся в свободной продаже для совершеннолетних, использование строго контролируется законом. Они на территории Российской Федерации не запрещены, разрешено их использование. Однако осуществляют специальные нормы, установленные постановлением правительства, которые предполагают нормы их применения. Исключением является травматическое оружие. В Российской Федерации запрещен свободный оборот травматического оружия. То есть для его получения необходимо пройти определенные процедуры. То есть каждое такое оружие ставится на учет в лицензионно-разрешительной системе органов Росгвардии, соответственно, и осуществляется его учет и контроль. Для остальных популярных средств типа баллончиков и электрошокеров особые условия хранения, ношения и транспортировки не требуются. Но необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкциях. Например, локации воздействия. Большинство россиян специальных средств для самообороны не покупают, рассчитывая на собственные силы. Иногда это бывает оправдано, если, например, есть определенная спортивная подготовка. Тренируя в клубе ММА, мы учим детей не нападать, не использовать бойцовскую технику. Важно помнить при применении самообороны то, что нельзя нанести ущерб нападающему больше, чем он может нанести тебе. Важно заблокировать его. Я думаю, применить какие-то борцовские приемы. Если на вас напали с оружием, приемы самообороны должны быть направлены прежде всего на то, чтобы выбить оружие из рук нападающего. Вообще, при применении оружия, я думаю, что нужно его уйти с линии огня и дальше уже выбить. То есть это все делается быстрыми движениями. Например, сюда ушел, коп, выбил. Дальше пистолет. Если же на вас напали без оружия, главное заблокировать удар. Мне нужно заблокировать. Ну, ножку убрать, если ногой нападает. Вот я, ногой он у меня нападает. Хоп. И сблизить с ним. Дальше уже как-то его повалить. Все заблокировать здесь. Показать, что я сильнее, я владею какой-то техникой. Ну и объяснить ему, что на меня нападать не стоит. Вот. Если же то же самое и если на вас нападает руками, лучше уйти корпусом, делать уклончик. Либо если боковой на вас идет нырочек. И опять же сблизиться. Сблизиться с ним. И то же самое перевести его. Можно бросить. Ну, как хотите. В зависимости от того, где вы находитесь. Если твердая поверхность, то я думаю, лучше просто свалить. Чтобы не доставлять ему сильных увечий. Решив идти в наступление, обязательно заранее оцените свои силы. И если соперник сильнее, то лучше все-таки уступить тем, кто нападает. Ведь никакое имущество не стоит вашей жизни и здоровья. Если вы стали жертвой нападения, во-первых, постарайтесь предотвратить драку по возможности, выполнив требования нападающих. Например, отдать им деньги. Постарайтесь запомнить все детали происшествия. Если столкновение уже началось, попытайтесь заблокировать удары противника и выбить у него оружие из рук, если оно есть. Затем попробуйте решить проблему мирным путем. В случае, если вы столкнулись с вымогателями, фиксируйте все угрозы, поступающие вам. Сообщите о них родным и близким. Обратитесь в полицию. Стать жертвой нападения может каждый. Главное – не поддаваться панике. И правильно – использовать знакомые приемы и средства самообороны. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин